Здравствуйте! Меня зовут Алла, я живу в городе Калининград. Я хочу поделиться с вами приятной новостью. Я стала победителем на курсе в школе иностранных языков Mandarin School. Я хочу немножко рассказать, как это произошло. Где-то приблизительно года два назад, случайно, по телевизору, я увидела сюжет из новостей, как Владимир Владимирович Путин с китайским президентом Синь Цзиньпинем договаривались о чём-то. И просто выразила свои мысли с близким мне человеком о том, что настолько быстро Россия и Китай набирают обороты в каких-то делах, что, наверное, скоро китайский язык станет у нас очень распространённым. И тот человек меня сориентировал в том, что это на самом деле так, что в Москве именно разных рода деятельность с китайцами очень много, что даже в некоторых школах уже изучают китайский язык. И очень многим фирмам уже нужны специалисты со знанием китайского языка. И я, слыша это, просто думаю, давай-ка я начну учить китайский. И эта идея изначально мне очень понравилась, потому что китайский язык — это что-то для меня такое новое, интересное, непонятное и очень любопытное. Я сначала начала смотреть просто видео по китайскому языку, чтобы хоть приблизительно понимать, что это такое. Потом я скачала учебник по китайскому языку, уже на данный момент не помню, как он назывался. Но когда уже я открыла учебник, не просто посмотрела видео восхищённых людей, которые изучают китайский, я поняла, что это очень сложно, что чтобы разобраться в этом языке, нужна помощь человека, который уже его изучал. Я узнала тогда, что в китайске один из самых сложных языков, он намного сложнее, чем английский или испанский или итальянский, но он, так сказать, язык благодарный, потому что, учитывая, что в нём существуют иероглифы, то есть письменность сложная, то он, так сказать, очень развивает человека. Я искала, как бы мне легче всего изучить этот язык. Сначала я думала, что мне нужен хороший репетитор, преподаватель, но столкнулась с тем, что их в Калининграде или нет, или те, что есть, они заняты и очень дорогие. Потом я искала курсы по китайскому языку в интернете. Столкнулась тоже с проблемой, что те курсы, которые я находила, они были или очень дорогие, что меня не устраивало по цене, или в них не было хорошего системного подхода, то, что бы устраивало именно меня. Были даже курсы, которые я находила, что, в принципе, всё у них хорошо. То есть там давали несколько начальных уроков, и, в принципе, они мне нравились. Но возникали какие-то сомнения по поводу того, получится ли какой-то результат, когда я уже открою весь курс, потому что как-то знаний, которые даются в одном уроке, мне казалось маловато, не до конца я понимала. Ну, в общем, что мне повезло, что я вот всеми своими переживаниями, чаяниями всегда делилась со своими знакомыми, друзьями. Все знали вот за этот срок, вот год с хвостиком, что я учу китайский, что у меня вот такие-то трудности, что вот какие у меня мечты, что я бы хотела когда-то побывать в Китае, что меня интересует. И как-то мои знакомые и друзья пробовали мне помочь. Один был случай, что вот мой знакомый встретил там где-то китайца, настоящего, живого, и мне звонить, что давай, я уже договорился с ним, взял у него телефон, ты с ним вот как поговоришь и сразу начнёшь говорить по-китайски. Существует такое мнение, что вот именно общаясь с носителем языка, если общаться, то вот как-то вот знания пойдут быстро в гору. Это, наверное, так и есть. Но, наверное, не на том уровне, на котором я была, потому что столкнувшись с носителем языка, учитывая, насколько быстро он говорит и насколько мало я понимаю, и насколько я переживаю, что я ничего не понимаю, то этот метод на меня не сработал. Я не стала лучше говорить или лучше что-то понимать. Наоборот, вот именно комплекс, что я смогу заговорить, он значительно вырос. Потом кто-то мне из друзей был посоветовал, что, наверное, чтобы выучить китайский, надо просто взяться за такую хорошую книгу, которая проверена, по которой учат в университетах, и просто вот её от урока к уроку делать все упражнения, даже если чего-то не понимаешь, разбираться в этом вопросе и, так сказать, просто добросовестно на этом пути двигаться. Так и было. Я нашла очень такую, не я, мне помогли, я нашла очень такую серьёзную книгу, по которой учат в университетах, и мне стало крайне сложно. Я добросовестно всё учила. Но вот тоже начинается книга с того, что вот как пишутся черты в иероглифах, они, оказывается, все по-разному называются. Их я начала зубрить. Потом вот вся эта книга написана вот таким вот языком, таким вот филологически сильным, так сказать, что я, в принципе, путалась очень сильно и не понимала, вот к чему это всё. На том этапе я сделала вывод, что а давай-ка я буду просто учить разговорный китайский, чтобы воспринимать его на слух. А вот писать вот иероглифы мне не надо, потому что это настолько сложно, что оно не для меня. То есть на тот момент я уже находилась на стадии, что или его вовсе бросать и не мучиться, или хотя бы вот так вот научиться его воспринимать на слух. И вот совершенно случайно, так вот мне повезло, что кто-то из моих знакомых вот нашёл курсы, на курсы которые вот проводит школа Мандаринску. Если честно, я уже на тот момент немножко опустила руки, и даже когда меня туда подписали, я даже там несколько писем даже не открыла и не посмотрела, что там написано. Уже когда у меня был выходной день от работы, я уже открыла и спокойно прочитала, что там эта школа предлагает. Мне изначально так скептически к этому отнеслась. Почему? Потому что не до конца мне было понятно, как, что. По сути, в принципе, всё было написано ясно. Но, наверное, я уже к тому моменту опустила сильно руки. Но суть не в том. В общем, что меня первое впечатлило, то, что эти преподаватели, что мне нравится, они не жадные. Вот это вот большой их плюс. То есть пока я раздумывала, учиться мне или не учиться у них, и на 90% была уверена, чтобы не учиться, то на мою почту шли рассылки уже со знаниями, с готовыми. Например, вот в одном письме предлагали посмотреть вот такие вот приложения, которые годятся для планшета или для телефона, которые помогают изучать китайский. Меня это очень заинтересовало, потому что я об этом не знала до того. И я заглянула в эти приложения. Мне понравилось, что вот оказывается, есть такие приложения, которые хотя бы не помогут тебе вовсе полностью выучить китайский язык, но они как-то тебя немножко на этом пути продвинут. Мне это понравилось. Второе, что через несколько дней мне ещё одно письмо пришло, что вот есть подборка фильмов на китайском языке. И смотреть их, вот как раз давалась рекомендация, что смотреть их вот надо так-то, так-то и так-то, с таким вот подходом, и будет определённый результат. Мне это тоже очень понравилось, потому что если я до того искала какие-то фильмы на китайском языке, то, во-первых, это для меня было сложно. Во-вторых, чтобы найти фильм более-менее такой, ну, мои интересы устраивающий, ну, чтобы в нём был и пхеней, и ещё русский перевод, и как-то вот это всё визуально было красиво, то вот эта задача была довольно-таки нелёгкая. А тут вот тебе вот давали целую подборку с фильмов. Мне вот это тоже очень понравилось. Я сразу открыла какой-то фильм, залезла в него, смотрела с такими глазами, хотя ничего не понимала, но мне очень понравилось. Третье, что мне понравилось, что пришло письмо о том, что давались рекомендации, что влияет на повышение скорости в изучении китайского языка. Вот, и я согласилась, что как смотреть иероглифы в словарях, там и ещё некоторые нюансы, которые я согласилась. Тут я уже серьёзно зашла на сайт школы Мандарин и серьёзно посмотрела, что там есть. И решила созвониться, чтобы выяснить некоторые нюансы. Что меня всегда устраивает, мне нравится индивидуальный подход, где бы я, как бы так сказать, не была. Потому что люди разные, и каждому хочется получить свой результат. То есть я, дозвонившись, высказала свои ичаяния, что бы мне хотелось, какие у меня намерения. И что мне нравится, что человек, который со мной разговаривал, он сразу меня спрашивал, с какой целью, как бы вам хотелось, что вы можете, что вы не можете, что мы вам можем предложить. И сошлись мы на том, что то, чего бы я хотела, что на данный момент это моё хобби, увлечение, но я хочу многого достичь, то мне нужен именно такой подход. Во-первых, на слух я уже на тот момент более-менее хорошо воспринимала китайский, ну, сравнительно. А иероглифов на тот момент я уже боялась сильно. То есть я уже за них даже не брала, вспоминая, как эти черты называются. Вот, потом, что было потом? Потом я помню, что начался вот первый урок. И когда шёл первый урок, то он, что мне понравилось, он был для меня простеньким, учитывая, что я уже кое-что знала. Из-за этой простотой мне понравилась масштабность информации. То есть в одном уроке даётся очень-очень много. И пишите, и читайте, и грамматические правила. И, то есть, нет такого подхода немножко, что бывает часто у компаний, что вот мы вам вот даём чуть-чуть, но больше не раскрываем, потому что, ну, надо, чтобы там вы ещё что-то сделали. Вот это меня всегда отвращало в чём-то. Но не факт. Вот, что мне понравилось, что те все сложные грамматические правила, о которых я раньше боялась даже задумываться, та вся сложность с иероглифами, там преподнесена очень легко. То есть я, когда задавала вопросы, переписываясь со своим преподавателем, то мне преподаватель сразу говорил, а, это учат в институтах, по сути, отбрасывайте эти знания, ставьте вот на то-то и на то-то, черты забудьте, вот пишите по таким-то прописям, делайте вот так-то, говорите вот так-то. Ну, и тут, вот так сказать, вот я нашла то, что я искала, вот, потому что, во-первых, это системный подход. Что значит системный подход? Если до того я то слушала, то писала, то читала, и, в сути, все знания, они были немножко не структурированы у меня в голове, то тут было всё. Тут я и писала, и читала, и зубрила, и говорила, и слушала, и всё это проверял преподаватель, который указывал на мои ошибки, и я с урока в урок могла делать выводы и меняться. Я с того момента, когда уже приняла твёрдое решение, что я буду изучать, я дала себе слово, что я хочу быть самой-самой лучшей. Просто так сложилось в жизни, что мне повезло, и как-то наставник, который у меня был в спорте, он меня научил, что если ты борешься за что-то, то надо всегда бороться за первое место. Нельзя быть в отстающих, независимо от того, кто в каких условиях, в равных или не равных, но вот если ты стоишь в начале беговой дорожки, то стремись к тому, чтобы ты пришёл именно первым. Вот, я знала, что в школе Mandarin School вот есть такая привилегия, что если ты первый, если ты победитель, то ты едешь в Китай. Мне эта очень идея понравилась, потому что я мечтала поехать в Китай, и вот тут, оказывается, надо вот быть первым и получить эту возможность. И я дала себе слово, что я эту возможность буду притягивать зубами, я буду очень стараться. И с того момента я разделила свои силы так, чтобы я могла учиться полноценно, учитывая, что я работаю много, то есть не всегда всё получается. И есть определённый срок, за который надо закончить курс. Я изначально рассчитала, сколько уроков я должна проходить и в какой срок. Чтобы у меня знания запоминались, я не оставляла их на конец. То есть я, если ехала в автобусе на работу, я обязательно что-то слушала, потому что в каждом уроке есть звуковые файлы, и я их обязательно слушала, чтобы хорошо воспринимать. Я их повторяла. Даже на работе, когда у меня был какой-то перерыв, все мои коллеги знали, что я изучаю китайский, они мне давали возможность посидеть, почитать. Потом, когда я возвращалась домой, я прописывала, проговаривала. И вот разные грамматические правила я много раз перечитывала и старалась принимать их в быту. Например, если мама моя уже с утра готовила кофе, то я уже, когда она предлагала мне выпить кофе, я уже старалась вот это её предложение перевести на китайский с учётом того правила, которое я выучила. Это как бы добавило немножко уверенности. Что мне ещё понравилось, что вот те школы, которые я видела до того, в интернете, о ней никто не предлагал как бы в результате поехать в Китай. Я знаю, что вот есть компании, которые отправляют людей на обучение в Китай, но там услуги очень дорогие, то есть я даже вот предложения, которые они предлагают, я даже не дочитывала до конца, потому что так особо мне это не по карману. А тут такая возможность, я боялась её упустить. И каждый раз, даже если я видела в своём плане, что я отстаю немножко по срокам, я или старалась взять выходной на работе, с кем-то поменяться, или как-то наоборот, я ночью засиживалась очень долго, потому что бывали задания, которые казались для меня сложными. То есть, например, надо было петь чебурашку, а я её сразу не смогла вызубрить, эту чебурашку. Я её пела в автобусе, чебурашку пела на работе, чебурашка пела дома. И как-то, когда я садилась записывать чебурашку, я на втором куплете, я сбивалась. И учитывая, что с чебурашкой я, например, затягивала, то следующий урок надо было делать раньше. Вот. В общем, было весело. Чебурашку в итоге со мной уже пели все мои знакомые, потому что она им понравилась. Уже меня там кто-то себе скинул на телефон, чтобы смотреть, какая я чебурашка по-китайски. Вот. Но не суть. Вот, наконец, курс доходил до конца. И если честно, вот чем дальше, тем больше мне становилось более интересно. Почему? Потому что ушёл вот этот порог, что я боюсь иероглифов. То есть, они, в принципе, логически понятные. Не все я, конечно, запомнила, но очень многие я помню визуально, очень многие я могу даже прописать. Самое приятное, что они меня больше не пугают. То есть, если я на данный момент знаю какое-то количество, я просто знаю, что надо делать для того, чтобы их запомнить. Сама вот структура, их само вот логическое построение мне стало не страшно. Что ещё мне понравилось, что вот чем дальше, тем больше знаний, тем больше уверенности в своей силы и в своей возможности. И как-то уже даже мои знакомые, которые знали, что я учу китайский, а я уже, оказывается, вот и так могу, и так, потому что я всё время делилась своими переживаниями, что, оказывается, я уже и пою, и читаю, и пишу, то они мне говорят, ну ты уже такая молодец, скоро будешь преподавать. Вот. И, наконец, курс доходил до конца. Я очень ждала голосования. Вот. Ждали все. Меня уже дети, я работаю спортивным тренером с детьми, меня уже дети спрашивали, Алла Васильевна, было ли голосование? Я не была. Наконец-то, когда прислали тех, за кого голосуют, они, да вы такая красивая, вы точно победите, за вас проголосуют. Вот. Очень было приятно, когда близкие люди тебя поддерживают. И, наконец-то, наконец-то, я узнала, что я победила. Я была такая довольная, что я аж подпрыгивала. Сначала вот, когда просто я ждала уже несколько дней письма, и письмо мне пришло, я боялась его просто открывать. А потом я уже была так счастлива, что я аж подпрыгивала. Я уже всем сообщила, что всё, я еду. Хотя до конца вот как-то вот внутри вот такая вот только мечта начала как-то открываться и окрылять меня. Что мне помогло на этом пути, чем бы я хотела лично поделиться тем, кто будет когда-то стремиться побеждать, что... Ну, у меня ввиду того, что я занимаюсь спортом, и у меня очень хороший спортивный наставник был. Он мне говорил, что он... Когда я к нему подошла, я говорю, вы знаете, я в свои силы не верю, потому что задатков от природы меньше, чем у других. А он мне всегда говорил, ты не в церкви, чтобы верить, ты должна брать и делать, как тебе говорят. Вот. И это работало всегда. То есть, надо просто брать и делать. Вот. И это мне помогло в данном случае. Ещё, учитывая, что я сама являюсь на данный момент тренером, и я учу детей, то я могу с уверенностью сказать, что я и на себе применяю, что если человек изначально думает, что вот он очень умный, и вот все там вот кругом вот так ошибаются, то такой человек очень сложно обучаем. То есть, надо всё равно, если ты берёшься за что-то, начинаешь учиться, то надо доверять тем, кому тебя учат. То есть, дай возможность тебя научить. Вот. Просто вникай в замечания, задавай вопросы, делай выводы и старайся делать с каждым разом всё лучше и лучше. Если есть какие-то ошибки, то нельзя на них зацикливаться, надо концентрироваться на положительном результате и двигаться дальше. Что ещё мне помогло, что у меня не было сомнений в том, что если кто-то победит, то он обязательно поедет в Китай. Почему? Потому что когда я изначально думала заниматься в школе мандарин или нет, я говорила по телефону с человеком, задавая разные вопросы, я сделала вывод, как взрослый человек, что эта школа, она в основном она на данный момент находится на стадии, когда много знаний готова отдать, когда ещё так сказать на пути так сказать завоевания рынка, грубая фраза, но она о чём говоришь, что эта школа дорожит своим авторитетом, то есть они готовы отдать всё, что у них есть, только чтобы так сказать добиться хороших результатов. А что является их хорошим результатом? Это много учеников, которые выучили китайский. То есть наши интересы просто совпали. Я хочу выучить китайский, я хочу поехать в Китай, а они тоже на тот момент хотят и хотели, чтобы был ученик, который как бы то же самое ищет. То есть они хотели, чтобы был тот, кто будет добросовестно учиться, кто будет сильно хотеть и кто будет за эту возможность так сказать биться. в Китайский. Были моменты, конечно, когда уже просто не хочешь, когда просто не можешь. Такое бывает у любого человека. Но это всегда надо переждать и двигаться дальше. Что ждёт меня сейчас? А сейчас ждёт меня самое лучшее. Почему? Потому что уже куплены билеты. Куплены билеты, я буду учиться в университете в Шанхае. Я очень рада, потому что я только чуть-чуть услышала об этом городе, только сейчас начинаю смотреть о нём разные видео и читать. И я очень жду, вот как дети ждут Деда Мороза, так вот и я жду этой поездки и этого университета. Мне это очень приятно, потому что даже взявшись сама поехать в какой-то китайский университет, я бы этого не сделала. Именно в школе Мандарин они помогают, они помогают, они сами договариваются с университетом, они платят сами регистрационные взносы. То есть сама школа, она в этот подарок вкладывает очень много. Мало того, что оплачивает обучение за две недели, оплачивает моё проживание в отеле за две недели, они ещё берут на себя вот много вот таких, много работы, которая связана с оформлением документов, то, что я сама бы не сделала. Даже вот такой нюанс, что вот виза китайская, чтобы её сделать, она в Москве стоит 4200, в Калининграде она стоит гораздо дороже, около 11000, учитывая, что вот такие цены в Калининграде. То даже дошло до того, что я просто пересылаю туда документы и за меня сдадут визу, за меня её получат и перешлют мне их назад. Какой вот бюджет мой, учитывая, что я еду в Китай, то есть я оплачиваю только билеты туда и назад, а из Москвы они стоят 38000, то есть мне надо будет только добраться поездом до Москвы. Но что интересно, вот изначально, когда я смотрела билеты в Китай, они очень дорогие. Преподаватели из Mandarin School, они мне помогли найти билеты недорогие, то есть я буду делать пересадку в Урумчи, это город такой в Китае, мне даже вот интересно. Но билеты значительно дешевле, то есть учитывается то, что мне надо, как бы, вариант не слишком дорогой. потом я там пробуду, две недели я буду учиться, потом я еще неделю просто хочу отдохнуть. И получается, мне просто надо потратить еще денег немного на питание. И все, и я буду в Китае. Что же дальше? А дальше, если честно, я хочу учиться еще, еще и еще, потому что мне очень понравилось, мне нравится, что я могу уже намного больше, мне нравится, что открываются дополнительные возможности в жизни, мне нравится, что я открыла в себе такое, что я хочу быть тоже преподавателем китайского. Я уже даже узнавала, в какой школе Калининграда, в муниципальной школе я могла бы преподавать, какие документы мне для этого надо. И я хочу стать хорошим преподавателем, я хочу, чтобы дети, те, которые хотят, они тоже могли разговаривать на китайском. То есть мне рост и развитие в этом направлении, он мне очень нравится. И я хочу, чем дальше, тем больше. Чего и вам желают. Спасибо большое за внимание. Я еще буду вам записывать видео о том, как я нахожусь в Китае и что я там делаю, чтобы вам было очень интересно. До свидания. Цай цянь!